Наконец, третья задача, которую Миша тоже решил. Ну, пятая. Номер пять, да. На Тургоре надо решить, ну, как бы, три задачи. То есть, если ты решишь больше, все равно зачет по трем лучшим задачам. Там еще был гроб номер семь. Гроб номер семь, я его не решил. Он вообще какой-то жесткий. Если у меня будут какие-то мысли, я его потом когда-нибудь разберу. А пока условия этой задачи. Мне она очень понравилась. Я, в общем, тоже понял, что я его быстро бы решил вполне. В отличие от предыдущих. Значит, нужно доказать, что для любого М целого, положительного, натурального, то бишь, существует большее него число, тоже целое, такое, что МН полный квадрат, и М плюс один на Н плюс один тоже полный квадрат. Диа альфа бета целая. Вот такое условие, правильно, да, я его записал? Вот, Миша, тебе слово, можешь стирать условия. Сейчас нажимайте на паузу. Те, кто хотят подумать сами. Советую, кстати, решить. Вполне решабельная, она не гробовая. Ну, я ей довольно долго думал, но, наверное, не очень гробовая. Хорошо. Значит, на прошлом туркоре была чем-то похожая на дача. Там тоже было что-то доказать про то, что есть. И мне папа сказал, что он мне просто очень быстро построил конструктивную зависимость того числа от этого. А я даже помню, какая. Ну, не важно, не важно. И, значит, я подумал, раз для любого существует, давайте попробуем построить просто конструктивно, то есть выразить n через m подходящее. Хорошо. Вот, значит, у нас есть m. Заметим, что если n равно m умножить на x квадрат, тогда mn — это полный квадрат. Ну, просто потому что это m на mx квадрат. Ну, то есть mx в квадрате. Хорошо. Давайте предположим, что n вот такое. Ну, x любое. Хорошо. Тогда у нас есть, значит, наше число mx в квадрате. И у нас есть какое-то число, которое больше, чем оно, которое тоже является квадратом, равно m плюс 1 на n плюс 1. Вот. Но тогда это число, оно равно px плюс y в квадрате. Ну, то есть ему основание на y больше. Что за p? Да, m. Я просто сначала для простого решал, потом понял, что это вообще работает. Да. mx плюс y в квадрате. Ну, то есть это основание квадрата на y больше. Значит, давайте раскроем скобки. Получается, m квадрат x квадрат плюс 2mxy плюс y квадрат. И это должно быть равно... Что там? Вот этому числу. То есть, m плюс 1 на вот наше... m равно вот этой фигуре. Вот такой штуке. Ну, вот эта штука, раскроем тоже скобки, она равна так, плюс вот так, плюс вот так, плюс вот так. Хорошо. Заметим, что вот эта штука сократится. И, значит, получаем, что 2mxy плюс y квадрат равно mx квадрат плюс m плюс 1. Хорошо. Теперь начинаем шамалить. Ну, я на Олимпиаде все подбирал. Значит, переносим единицу в левую часть. Тут у нас получается y минус 1. И это равно... Ну, я хочу скомпоновать, чтобы вынести m. Это равно, значит, вот это переносим сюда. m на x квадрат минус 2xy плюс 1. Теперь мы видим, что это начало формулы разности квадратов. Хорошо. Давайте запишем ее. То есть, сюда прибавим y минус 1 и вычтем y минус 1. Вот сюда плюс y квадрат минус 1 и минус y квадрат минус 1. Тогда у нас получится, что y квадрат минус 1 равно m на x минус y квадрате минус, соответственно, m на y квадрат минус 1. Да. Вот эти множители одинаковые. Отлично. Стирай что-нибудь. Так. Круто, круто, круто. Ну, стирай все, кроме нижней фразы. Или так, да? Или так, да? Ну, вот так, да. Так. Хорошо. Перенесем вот это сюда. У нас получится m плюс 1 на y квадрате минус 1 равно n на x минус y квадрате. Ну и хорошо, это значит, то есть, m плюс 1 на, раскроем формулу разности квадратов, y минус 1 на y плюс 1 равно, естественно, m на x минус y на x минус y. Ага, дальше. Хорошо. Значит, у нас, вот здесь, какое-то из вот этих чисел должно делиться на m. Если бы m было простым, то да. Но мы пытаемся использовать формулу одну и ту же, и для простых, и для непростых. Ну хорошо, мы просто предполагаем какую-то, предположим, что вот это число делится на m. Если бы не получилось, я бы взял вот это число и так далее. Ну да, так как это... Да, я сначала для простых решил, поэтому это будет сразу. Да, для простых в том числе, то значит... Вот эти числа взаимопростые. Логично, да. Вот, значит, предположим, что y минус 1 делится на m. Тогда получаем, что y равно km плюс 1. Хорошо, это мы запомнили. Переписываем то, что у нас получилось относительно, соответственно, нашего нового y. Что у нас получилось? Получилось, что m плюс 1 на... К... как это? На... На... К... как это? КМ... Да, просто на КМ. На КМ плюс 2. Угу. Вот эта штука, она равна... То есть... М... На... На... К... На... М минус 1. В квадрате. Хорошо. Мы можем сократить на m. Сокращаем, получаем, m плюс 1 на k на km плюс 2 равно x минус km минус 1 в квадрате. То есть из вот этого числа должен извлекаться корень. Тут я бы просто угадал. Хорошо. А теперь я бы пытался угадать 2. Ой, угадать k. Значит, ну, просто подставил какие-то маленькие числа. Я надеялся, что у меня сошлось. Надеялся, что у меня сойдется. 1 не подошел. Хорошо, я подставил 2. И что получается при 2? Если k равно 2. Если k равно 2, тогда это m плюс 1 на 2 на 2m плюс 2. И это равно 2 в квадрате на m плюс 1 в квадрате. Точно. То есть это квадрат. И отсюда мы получаем, что x минус km минус 1 равно чему там 2m плюс 2. Угу. Все. Ну и хорошо. Значит, что-то. Но k тоже равно 2. Тилетий y я оставлю пока что. k у нас тоже равно 2. Да. И k равно 2. То есть получаем, что x равно... Значит, вот тут 2. 4m плюс 3. 4m тоже приносим сюда плюс 3. Все. Хорошо. Значит, если x равно 4m плюс 3, у нас тогда все работает. n равно m из квадрата. То есть 7 умножить на, соответственно, квадрат вот этого числа. Да. Ну и, соответственно, кто не верит, может проверить, просто подставить. Извлечь корень нас. Ну и там второй квадрат, который получится, это мы можем поставить. То есть мы знаем, что... Ну, я думаю, что дальше народу считает. Все, все. Здесь вот такая штука. Ответ получается такой, что... Короче, получится 4m в квадрат плюс 5m плюс 1, кажется. Ну, ну... Это второй квадрат, который получится. То есть по m будет число m на 4m плюс 3 в квадрате. Да. Это будет n. То самое. Вот. Вот так вот. Ну, круто, да. Вот, и оно походит. Просто инконструктивно. Круто, молодец. Ну, это математическая интуиция, это гадация. Ну, я долго сидел. Пап мог через неопределенный коэффициент решить. Да, я бы решал через неопределенный, конечно.